Нина Лапердина, оператор чёсальных машин, живёт в селе Озёрки Тольменского района. Меньше двух лет назад у неё был небольшой бизнес, но волею судеб пришлось выбрать новый путь. И она пришла на меланжевый комбинат. Говорит, ничуть не пожалела. Стабильность, вовремя зарплату платят. Это тоже много значит, правильно? У нас, конечно, работы в деревне мало нету, так скажем. Раньше у нас был свинокомплекс, теперь его нету. И поэтому людям приходится ездить в город на работу. Жители районов края составляют больше 40% работников БМК. У них нет большого опыта, но это руководство предприятия не смущает. Здесь предпочитают выращивать кадры самостоятельно. Главное, чтобы у них было желание трудиться. Обучаем их. На время обучения платим стипендию в районе 15 тысяч. Обучение у нас от полутора месяцев, в зависимости от специальностей, до восьми месяцев обучения. На всем этом промежутке оплачивается стипендия, оплачивается проезд на предприятие. Как и всем сотрудникам предприятия оплачивается питание. На предприятии отмечают, на БМК с каждым годом приходит все больше молодых и энергичных. Это очень кстати. Уже в этом году здесь начинается глобальная модернизация, которая должна омолодить комбинат и внешне, и внутренне. Познакомиться с перспективными планами руководство предприятия пригласило депутата Государственной Думы Александра Прокопьева. Во время экскурсии он убедился, значительная часть производственных линий служит верой и правдой, но устарела. А это какого года оборудования? А вот это вот 50-60-х годов. Его уже нет в производстве. Уже в течение ближайших двух лет комбинат начнет превращаться в ультрасовременный производственный комплекс, подобный тому, что уже построен в городе Шахты Ростовской области. И это лишь первый этап. Полное обновление рассчитано на 7,5 лет. Причем оно пройдет поэтапно и без ущерба для производства. Когда одни цеха будут возводить буквально с нуля, в соседних зданиях производство будет продолжаться. Новые линии станут безопаснее и эффективнее. Более того, расширится ассортимент тканей, вырастет конкурентоспособность продукции. Это достаточно масштабное производство сейчас, но те планы, которые есть у компании на будущее, они действительно колоссальные. И важно, что компания начинает создавать высокотехнологичные рабочие места. Это очень важно и является подспорьем для тех людей, которые живут сегодня на селе, где зачастую не хватает рабочих мест. Когда БМК полностью преобразится, производительность комбината должна вырасти на 800%, а число работников увеличится с одной до почти двух с половиной тысяч человек. Современное автоматизированное оборудование потребует и более квалифицированных кадров. Но и Нина Лапердина, и другие работники признаются, готовы снова учиться. Они понимают, когда все условия для развития созданы, будущее зависит только от тебя. Илья Кочетков, Николай Шилко. Наши новости.